Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оштрафовали. Это малая часть тех перспектив, которые могут быть. У нас с вами разная математика. Эдуард Александрович. Миш, я, может, и уважаю тебя больше, чем Мазарова, но вы мне вдвоем уже мозг проели. Давай не будем об этом. Ну, неужели ничего нельзя сделать? Все, что нужно сделать, я уже озвучил. Если Мазаров хочет уменьшить свои расходы, он должен увеличить скорость решения проблемы. Заметь, от сделки я пока не отказываюсь. Понятно. Да лично к тебе у меня претензий нет. Сделал все, что мог? Ну, все, давай. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Забавно. Пока жив, кажется, что после твоей смерти что-то в мире должно поменяться, а этого не происходит. Что-нибудь еще? Спасибо. Вот, например, Скрябин ест все тот же омлет в том же ресторане. И сейчас поедет с отчетом к шефу. Так, быстрей, быстрей и за Мишей. Скрябин. О, Виктор Владимирович. Здравствуйте, Николаевич. Привет. Приветствую. Привет. Здрасте. Ты как здесь? Да я бы мотался по складам, заскать что-то перекусить. Боб, идем пообедаем. Я уже все. Нет, идем пообедаем, заодно нужно поговорить. Слушай, у меня тут одна взаимовыгодная схемка образовалась. Хотел даже вечером тебе звонить. А-а-а. Ну, что ты молчишь? Да я-то по времени соображаю. Так, сейчас. Да ничего, к шефу надо заскочить. Может, я вечерком заеду, а? Нет, вечером я не могу. Слушай, подождет твой шеф. Ты вас только кормил, я допрочил меня без моей помощи. Поэтому ты мне должен. Как земля колхозу. Твоего деда не переспоришь. Прошу вас. После вас. Да вы издеваетесь, что ли? Аварии, дети с газовыми плитами. Теперь сбруев. Что дальше? Машина меня переедет или кирпич на голову упадет? Чтобы я Мазурова найти не смог. Но почему, когда я пытаюсь сделать что-то важное для себя, ничего не выходит? Я здесь, чтобы спасти Свету и моего ребенка. А все, что мне разрешается, помогать Харькову. Харьков, кстати, самоубийца и грешник. А я невинно убиенный. Разницу чувствуешь? Ну, помоги мне как-то. Да, Федор Иванович, приветствую. Мне, конечно, не забыл. Подъезжаю. Угу. Хорошо. Скоро будут. Ребята, идёт, идёт, идёт. Быстрей, быстрей. Ура! По какому поводу гуляем? Идите сюда. По поводу наших последних успехов. Давай. Ну, вот он, виновник нашего торжества. О, Федорович. Ладно, к чёрту скромность. Я готов каждый день накрывать полево. Лишь бы мы шли вверх. Догнали-то у всех. Я предлагаю выпить за нашего нового коммерческого директора. Ура! Прям тридцатью хлебами народ и кормят. Не тридцатью, а питью. Завидуйте молча, Максим Олегович. Юрий Лехович, первая информация по Скрябину. Что? Выявился. Ну, и давай. Мы встречались сегодня утречком с Развозовым. Встречались и что? Ну, что? Разговаривали. Долго разговаривали? Минут десять. О чём не знаешь? Нет. Ну, что они делали? Как они вели себя? Ну, как, что они делали? Они разговаривали, говорили, говорили, долго говорили, потом пожали друг другу руки и разошлись. Всё. Пожали друг другу руки. Ну, что и требовалось доказать. Вот, я всегда знал, что мы будем нормально зарабатывать. Фёдор Иванович, Валя, что я сказал, когда мы первую зарплату получили? Вот скажи, Фёдор Иванович. Саньки, я не помню. Да ладно, не помнишь, давай вспоминай, я же тебе сказал. Ну, наверное, что-то… Буду копить на новый скоток. А-а-а, да, говоришь, не помнишь. Вот, я уже тогда знал, что смогу себе купить всё, что захочу. А теперь ты будешь копить на новую машину. Да, с завтрашнего дня ночью, Фёдор Иванович. Вот она память, господа. Улыбочку. Ну, что? Yes. Фёдор Иванович, пойдёмте танцевать. Пойдёмте. Давай, Фёдор Иванович, давай, давай. Валюк, слушай, я за тебя так рад, ты не представляешь. Давай выпьем. Давай. Подожди. Фёдор Иванович, всё нормально? Точно? Хорошо. Фёдор Иванович, Аструлкова что уже спела столько привёзной? Не станцевала, у неё даже фен засунули под платье, чтоб как она Мерлина Монротта. Блин, Валь, мы всё самое интересное пропустили, ну. Ну, я хотел на мобилку снять. Спица? А мне не спица. Валь, ну, садись. Давай выпьем. Чтобы не было похмелья, норма четыре миллилитра водки на килограмм веса. Ну, на центре Харькова можно смело ещё суточку накатить. Дальше, я хотел с тобой поговорить. Макс, ты на Харькове скоро глазами дыру прожжёшь. Надо будет, прожгу. Ой, как страшно. Слушай, медленный будет, потанцую. Медленный будет. Пойдёшь с Харьковым танцевать. А если я не хочу? Я по телевизору вчера, ну, там передачу смотрел. Про клиническую смерть. Ну, ты знаешь. Думаю, тут у нас с Харьковым опыт общий. Нет, я вообще сразу вот эту крыльню переключил. Я не верю. Понимаешь? Там тоннели, перевоплощения. Я считаю, что это всё чушь собачья. Но дело не в этом. Ну, это как повезёт с перевоплощениями. Не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Что там с тобой произошло? Что там с тобой? Это действительно прорыв, Валя. Вот, когда вот ты на деле доказала, ну, про другим. Я не... Там не про деньги. Что это деньги? Я... Что... Такой ты молодец. Да, знай ты, что там тебя встретит не тоннель, а девушка в белом, с небесным гаджетом. Было бы тебе повеселее. Отдыхай и пока. Кстати, про отдыхай. Вот он. Корпоратив эконом-класса. Ух ты! А Катюша зажигает. Красивая. Как-то я раньше не замечал. Видимо, суточка была лишней. Надо было от массы мозга отталкиваться. Валя. Кто здесь? Валя. Ой, где я? Кто я? Кто у меня самый лучший? Вера. Это что, вчера была? Я в душ и обратно. В душ? Ера, не прятаться. Катастрофа. Сдается мне, у нас по пене случилась суббота. Ничего не помню. Это хорошо, значит забывать нечего. А если вспомню? Ладно, пусть тело помнит. В конце концов, это не увезет. Ничего страшного. Катастрофа. Валентин. Я не знаю, как Вера отнесла с твоим пьянком к гулянкам. Но я не одобряю. Смотри. Сопьешься, как отец. Ладно, мне самому очень стыдно. Я тебя еще прошу. Ну, что ты начинаешь? Да еще запеет стыда. Ты хоть помнишь, в каком виде ты явился? В каком? Да хорошо б своими ногами. А тебя несли. А как ты, Веря, кричат, отстань. Маргарита Степановна, ну что вы в самом деле? Праздник у Вали на работе будет. Ах ты его защищаешь. Вот сама и разбирайся. Ну, немного выпили с коллегами. Ничего страшного. Алло. Валя, привет. Да, Сань. Слушай, я знаю, ты никогда не похмелялся по утрам, но ты и не пил так раньше. Как насчет по пятьдесят? Что, срочно? Хорошо, скоро буду. Да нет, не срочно. Исключительно по желанию. Мам, Вера, я ушел. Я проанализировал картину мотивации его окружения. Чего? Картину мотивации его окружения. Кого его? Воробьева. Ну, в смысле, кому еще была выгодна его смерть? Господи, ты об этом? Ну и что? Ну, мы много кого обсуждали, а на практике почему-то так получается, что чаще всего преступник — это тот, на кого меньше всего подозрений. Паша, Агату Кристи перечитывал. Я так понимаю, убийца Воробьева — бомж из Сан-Франциско. Нет, 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 вы зря иронизируете. Мы с вами ни разу нормально не рассматривали версию финансового директора Скрябина. Так какая Скрябину выгода от смерти Воробьева? Он же даже не акционер. Да вот именно, амбиции. Чего? Амбиции человека, которого не взяли в акционера. У него, кстати, биография, да будь здоров. Он, конечно, не друзья детства, как Воробьевцы. Паша, хочешь, по твоей логике, подкину еще одну версию? Какую? Убийца Воробьева — его секретарша. А мотив? А неразделенная любовь. Слыхал про такую? Женский гнев, он страшен. Паша, я сегодня жене обещал быть вовремя, а ты меня грузишь, грузишь. Кстати, завтра Скрябин будет здесь. Вот тогда его и пощупаешь. Все, пока. Ёб, подкипи. Грузишь, так не бывает. Я не верю, что ее невозможно найти. Я не говорил, что невозможно. Я сказал, что понадобится какое-то время. Вот и все. Начинается. Ну, Юрий Викторович, поверьте, найти в таком городе человека — это большая проблема. А найти человека в этом городе, который прячется — проблема вдвойне. Поэтому… Да хоть втройне. Слушай, давай без этого фестиваля отмазок, а? Не знаю. Мы делаем все, что возможно. Но отрабатываем все варианты. Гриша, я тебе бабки плачу за результат. А не за то, что ты отрабатываешь там все какие-то варианты. Понимаешь? Ты да будь добр, удивляй меня. А не пичкай меня рассказами, как ты этого результата добиваешься. Ты пойми, если со Светой что-то случится, я не прощу себе этого. Я, вон, после Сереги не могу отойти. Понимаю. Ну, молодец, что понимаешь. Заведи. Хотя нет, стой. Я завтра хочу в фитнес-тентр заехать, пару часов поплавать, а то у меня спина не к черту. В общем, предупреди своих архаровцев, чтобы к часу были готовы. Все, свободен. Лариса. Привет. Привет. Кузне комассатного положения. Какой-то тяжелый. Ничего себе. Все тебе. Все тебе. Все тебе. Нет, не сошла с ума. Тяжесть такую. Нет. Все. Это тебе ешь. Слушай, Светик, а я была в банке, там тебя пасут. Менеджер сказал, что их всех предупредили. Если ты появишься, сразу сообщить вот этому Мазару. Да, Мазару. Ладненька, я побежала. Вот тебе ищу. Ты что, с ума сошла? Нет, я не сошла с ума. Бери, бери. Прекрати меня. Нет, тебе необходимо. Все, меня здесь нет, я побежала. Собака, пока-пока. Все, целую тебя. Спасибо. Пока-пока. Все? Да, все. Мишань, нам бы так контракт с Развозовым подмахнуть, а? Это точно. Слушай, а может это вообще все одна контора? Это ты о чем? Ну смотри, Развозов, почтальон, киллер, а с ними еще и Светлана Геннадьевна в одной обойме, а? Как думаешь? Ты сейчас серьезно? Да, Мишань, в этой жизни знаешь, как бывает? Вроде пошутил, а никто не смеется. Сказал что-то серьезное, все рушат вокруг. Игорь, я тебя не понимаю. На что это понимать? Может кто-то из нашей конторы на Развозову корячится? Как думаешь? Кто? Хороший вопрос. Не я, это точно. А почему ты на меня смотришь? Думаю просто, Миша. О чем? Если ты узнаешь, кто это, ты ведь мне скажешь, правда? Конечно. Спасибо, Миша. Я в тебе не сомневался. Ладно, все, дуй на контору. Работа как грязи. Чуть что я на телефоне. Понял. Хорошего дня. Угу. Ты смотри, прямо Рихард Зорге. А ведь ты встречался, Мишаня, с Развозовым. И это уже не смешно. Это ты опять Збруева раскрутил? Ну, скорее всего наоборот. Я не понял, в смысле? Ну, я рассчитывал, что он выйдет со встречной инициативой, но думал, что это будет чуть попозже. Да ты психолог у нас. Есть малех. Ну, что будете подписывать? А, да. Не то слово. Валентин, я не могу понять, как в тебе вот все это время дремал такой талант, а? Сам в шоке. Скажи правду. Не хочешь колоться? Нет. Ну, и ладно. Так. Ну, что мне еще надо сделать вот в этой связи? Ну, поставить печать и подготовить немножко денежков на стимуляторах. Это ты про свой этот грабительский процент? Ну, ладно уж. Да ладно, помню все. Готовь карман. Если что, свистну. Да. Подожди, я не брал никакой кредит. Вам осталось 18 дней. Нет. Да ничего. Спасибо. Ну, вопрос очевиден. Чего трешься у моего стола? Я искал нашего коммерческого директора, чтобы подписать бумаги. Нашел? Вышел. Здравствуйте, Валентин Владимирович. Здравствуйте, Максим Валерьевич. Ну, а где бумаги? Да вот на столе. Хорошо, посмотрю. У меня есть личное предложение. Я вас слушаю. Еще раз увижу своего стола. Сломайте руку. Понял? Валентин. Интересно, что ты вынюхиваешь, Максимка. Валь, а ты что, с нами в столовку не идешь? Да не, я сегодня пропущу. Так, что у нас? Скрябин, в конце концов, приведет меня к Мазурову. А про Светличка я уже давно ничего не знаю. И это меня беспокоит. Господи, Вера. Да, Вера. Привет, любимая. Как дела? Куда пропал? Чего не звонишь? Да что ты закружился на работе? Устал. Дай мне то слово. Приходи пораньше домой. Я тебе массаж делаю, расслабишься. Слушай, мне тут Маргарита Степановна разрешила на кухне похозяйничать. Я твое любимое блюдо приготовила. Ты знаешь, мое любимое блюдо? Валент, ты чего? Конечно. Куриные бедрышки. Медовой корочки, а? Срочно куда-нибудь спрятаться. Лучше в другой город. Ай, блин. Аля, а что случилось? Да документы только что принесли. В Самару в командировку лететь надо. Как в Самару? Да сегодня он самолет через четыре часа. А через четыре часа? Я так старалась. Ну, Вера, ну, поужинайте с мамой вдвоем. Вам же есть всегда о чем поболтать. Кстати, как мама? Нормально. Валя, ты когда вернешься? Не знаю. Давай завтра тебе наберу. Ну, все, давай пока. У меня тут вторая линия. Алло. Девушка, здрасте. Можно номер на сегодня заказать? Ну, хорошо. Давайте люкс. Люкс. Да, на фамилию Воробьев. Извините, Харьков. Наличными. Спасибо. Люкс. А чего это вам дома-то не спится, господин коммерческий директор? Скажите, Марин, а подслушать чужие разговоры это ваше призвание или дар? Ну, сами виноваты, Валентин Владимирович. Интересно. Ну, что дальше? А что б ты хотела? Ну, и бардак. Ну, и бардак. Да. Что это? Воробьев и Сергей Леонидович. Что дальше? А, дальше. Ну, сюжет, наверное, банален. А вот исполнение, обещай, авторское. Скажи, Марин, а что тебя толкнуло на столь откровенный шаг? Ну, наверное, изменения в тебе. Знаешь, у меня всегда были интересные изменения там, где их совершенно не ждешь. Иди сюда. Смотри. Вот сюда смотри. Привет! Передача «Голые и смешные» отменяется. Да? Веронь, ты чего это расстроилась? А? Из-за командировки. Что на тебя лица-то нет? Да так. Да ладно, я пойду от начальства пожаловаюсь. Что это такое? На ночь глядя в какую-то Самару ехать? Маргарита Цепановна, дело не в Самаре. А в чем? Даже не знаю, как сказать. Ой. Вера, только ты меня не пугай. Знаете, я сегодня убирала и… Что? Вот. Воробьев Сергей Леонидович. А фотография Валина. Да господи, ты этого не видела. Запомнила? Как? Да может по работе ему нужно. Ну все. Пошли чай пить. Если вам что-нибудь понадобится, набирайте 111 по внутренней связи. Приятного отдыха. Хорошо. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, мам. Да, Вера, правильно ты сказал. Самару, ага. Пока не знаю, когда обратно. Ну, завтра могу сообщить поточнее. Угу. Все, мамочки, давай взлетаем. Все, пока. Выключай телефон. Угу. Да, было бы время, можно было бы действительно устроить себе командировку на пару недель. Чтоб ни мамы, ни Веры, ни кого. А, нужно обдумать этот вариант. Ну, чё тебе надо? Я тебя спрашиваю, чё тебе надо, а? Ты завалить меня решил? Ствол достал. Ну, давай! Стреляй! Ну, ты же ствол достал! Давай стреляй! Стреляй, ну! Все-таки решил сразу не убивать, а? Не ходишь со мной? А в пекло за компанией? Не хочешь, да? А, так не честно, Серега. Так не честно, я тебя с первого раза завалил. А-а-а-а-а! Ты сволочь, Воробей! Ну, будь мужиком, ну! Ну, давай, добей меня! Ну, давай! Воробей! Что, слабо? А я скоро свету к тебе отправляю. Ты что, Юра, не убить собрался? Зачем? Из-за акций? Надо было ей подписать бумаги. Вас прям не узнают. Да? Шикарно выглядите. На охоту хорошо сходил. Мы же с вами так и не познакомились. Ну, что, привезли? Смотреть будете? А, нет. Верю. Это правильно. Вы поверьте на слово, тут то, что вам нужно. Угу. Надеюсь, все, что я вам должен. Ну, что ж, тогда… Всего доброго. Михаил Петрович, извините, что опять отрываем вас от дела в такую рань, но сами понимаете. Ну, конечно, конечно. Я все понимаю. Начнем. Напомните, в каких отношениях вы были с Сергеем Воробьевым? Ну, больше в деловых. Я уже говорил. А вне работы как? Вообще не пересекались? Или все-таки общались? А, ну, с семьями вроде не дружили. Нет, пересекались, конечно, и вне работы. Ну, редко и по случаю. А точнее, по работе. Угу. Понятно. По работе, вне работы. В бизнесе так часто бывает. Наверное. Михаил Петрович, я, конечно, не силен в бизнесе, но, насколько знаю, финансовый директор в любой крупной компании фигура заметная. А в каком смысле? Ну, в том смысле, что люди в вашей должности часто сами являются акционерами компании, в которой работают. Не так часто. Вот вам самому не обидно? Вы столько лет в компании, вам не предложили даже полпроцента. Я не понял, а почему возник такой вопрос? Просто мой коллега пытается разобраться в тонкостях акционерного распределения. Михаил Петрович, в день смерти Сергея Воробьева, вы с ним виделись? Да, но я же уже говорил об этом. Извините. Майор Исаев, слушаю. Понял. Есть. Сейчас будем. Извините, Михаил Петрович, начальство вызывает. Служба. Мы вас еще вызовем, если не возражаете. А разве я могу возражать? Можете. Но лучше не надо. Всего доброго. Я вам позвоню. До свидания. Что случилось? Да, там нападение на какого-то актера, то ли заслуженного, то ли народного. По-моему, сегодня Скрябин волновался больше, чем обычно. Я что-то не заметил. Я заметил. Поехали, заметим он. Дверь закрой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Миш, привет. Да, доброе утро, Юр. Скажи, что у тебя сегодня идем? Сегодня? Встреча с нотариусом. От меня. А что случилось? Да ничего не случилось. Разговор к тебе есть важный. Да? Именно сегодня? После двух будь в офисе, я заберу тебя. Все, давай. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Мне очень нужна ваша помощь. Так для этого я тут и сижу, слушаю вас. Я даже не знаю, как сказать. А вы скажите, как есть. Это же оптимальный вариант. Дело в том, что мне кажется, что мой сын не мой сын. Понимаю. Понимаете? Понимаю. Но в таком случае вы ошиблись к кабинету. Почему? Ну, потому что анализ ДНК здесь не делают. Вы меня неправильно поняли. Как вы сказали, так я вас и понял. Нет проблем, совсем в другом. А, ну, я весь во внимании. Ну, так это самое. Поздравляю. Отдых незапланированный – это всегда в радость, да? Что, Сеня, делать-то будешь? Да. А потом? Я? Чего я? Нет, наверное. Поехали. Ой, все, брат, извини. Вечером перезвоню. Чего, брат звонил? А, да нет. Это со старой работы. Андрюха – водитель, финдиректор. Ну, это я его так братом в шутку называю. А финдиректор – это, как ты говорил, скребер, да? Ну, да. Ничего себе у вас память, Валентин Владимирович. Жалуешь. Ну, и чего? Какие новости со старой конторы? Да и как, особо никаких. Андрюха сегодня на работу приехал, а ему сразу отгул незапланированный дали. А весь день. Вы сами понимаете, для нас всегда праздник. Ну, а у него еще ребенок маленький, так с ним посидеть тоже в кайф. Ну, чего, Валентин Владимирович, куда едем? В офис? Знаешь, Лав, а давайте тоже сегодня подарок обломимся. Какая цена? Ну, зачем вы? За шкафом. На сегодня свободен. Сам поеду. Валентин Владимирович, ну, я не в этом смысле. Все, гуляй. На сегодня отдых. Пока. Так мне отгул не нужен. Валентин Владимирович. Валентин Владимирович. Валентин Владимирович. Понимаете, Маргарита… Степан. Степан, да. Ваш сын находился в состоянии клинической смерти. То, что происходит в это время с корой головного мозга, одному Богу известно. Поэтому все логично. Что логично? Ну, люди меняются. У них происходит переоценка ценностей. Ну, какие-то моменты из прошлой жизни, они стираются напрочь. А какие-то, наоборот, добавляются. Известны примеры, когда люди, перенесшие что-то подобное, ну, открывали себе неожиданные таланты. Те перемены, которые произошли с вашим сыном, они вполне объяснимы. Но… Я же чувствую. Что же вы чувствуете? Ничего. Спасибо большое. Вы мне очень помогли. Значит, так, телефон я отрублю, да и сам я подал отрубе. Как долго? Ну, не знаю, часа два-три. В общем, пока я сам не выйду, меня ни для кого нет. Понимаю. Что ты понимаешь? Даже если ядерная бомба на Москву упадет там или инопланетяне высадятся, меня не беспокоить. Повтори. Не беспокоить. Вот молодец. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо. Все. Меня на трековании. Понял, Юрий Сергеевич. Так, машина Скрябина на месте. Отлично. Теперь главное, чтобы ничего не случилось. Или я еще жениться на Авере должен, чтобы меня к Светлячку упустили. Маргарита Степановна. Ну, что ж вы названиваете-то? Алло, мам. Да, привет. Нормально добрался. Погода в Самаре хорошая. Мам, ты извини, я просто сейчас на встрече. Ага. Ну да, не очень удобно говорить. Нет, а самое главное, себя береги. Да? Все, давай. Целую тебя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok А вот и Миша. Пешком? Любопытно. Ну, давай, друг Скрябин, отведи меня к Мазурову. У меня для него сюрприз. Ну, и где мы будем разговаривать? На природе. О, а чего вдруг? Да, устал я от этого каменного мешка. Да. Поэтому знаешь, у меня такое ощущение, что у нас в офисе все течет. Жучки. Паучки разные. Да не может быть. Ну, знаешь, лучше перестраховаться. Не, ну, на природе, конечно, тоже жучки. Но они же натуральные. Согласен. Ну да, в принципе. Ну, отлично. Не похоже, чтобы здесь Мазуров свет упрятал. Да. А? Ну, как? Чего? О, вот здесь и упадём. Ну, располагайся, Мишаня, чего ты застыл? Ну, господи, ну, господи, ну, что за люди, ну, пиздина свинячит. А, вид какой. Да, отлично. Главное, народу никого, тишина. Вот это подарок. Кажется, я очень порадовал небеса. А учитывая, что я ничего не помню, эта жертва мне вообще ничего не стоила. Ну, что же, Юра, дыши, дыши, пока дышатся. О, вот тебе и стол, и дом. Ну, что, падай. И сели-то как неудобно. Не зацепить бы Мишу. А знаешь, Миша, какие люди больше всего меня по жизни напрягают? Какие? Которые по ходу правил игры меняют. Ты чё с о ком? Развозы оконжающим. А. Вот вроде обо всём договорились, так? Нет, Скотт взял, всё переиграл, а? Ну, положа руку на сердцом. Имел на это причины. Да? А какие такие его причины могут перешибить то, на что я пошёл, а? Юра. Что Юра? А знаешь, что следующий кандидат? Кого? Света. Юра. Юра, остановись. Ладно. Поехали. Держи. Давай выпьем. Я же не пью днём. Тебе начальник разрешили? Ты же за рулём. Да сколько тут? Ну, по чуть-чуть и всё. Ну, давай. Ну? Давай. Ну, а сам что? Ты знаешь, ты прав. Не стоит за рулём. И вообще, Мишань, ты молодец. Ну, что, дал её сомнения? Один выстрел, и мы оба в аду. Так быстро к Развозову переметнулся, что я даже ничего не заметил. Не понял. Зато я, слава Богу, понял. А главное, вовремя. Ну, что, Мишань, как тебе на два фронта работается-то, а? Опять за него спрятался. На какие два фронта? А ты не понимаешь, да? С одной стороны Мазуров башляет, с другой Развозов. Сколько он тебе заплатил, а? Ир, ты чего? Это что такое? А, ты смотри, всё верно. Как и обещал. Сначала кашель, потом ноги немеют. А главное, никаких следов. Не обманул, чувачок? Ты что сделал? Ты слил меня, Мишаня? Слил, скотина! Он мне про смерть Серёги намекал. Откуда он узнал? Вот. Лучше бы ты математиком стал. Живой был бы. А, нет. Ты вон, в юристы попёрся. Ну, что? Медалист. Не срослись, Виктора, да? А его-то за что? Совсем с катушек слетел. Ну, я просто хочу спать спокойно. И ты спи спокойно, дорогой товарищ. Тихо-тихо, Миша. А вот снясь с внешним миром тебе больше не нужна. Скорая, выше скорая. Яд действует в течение десяти минут. Так что ты спокойно можешь успеть метнуться в больничку. Ого, Мишань, давай. Может, сам справишься и мне грех на душу не брать. Пора. Ну вот и всё, Юра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok